Субтитры создавал DimaTorzok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 7, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1 Итак, друзья, все. Внимание, 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 внимание. Начинаем презентацию групп. Первая выступает по жребию группа номер один. Вторая группа номер два. Третья группа номер три. Как все пробыло сделано. Идеально. Итак, группа номер один. Пожалуйста, приветствуем, Глобов Рогич. Ты ж не с нами. Дядь, сюда. Дядь, друзья. Спасибо, я поздно. Так, первая группа. Станьте сюда, пожалуйста. Так. Все, начинаем. Уважаемые дамы и господа анархисты, капиталисты и популисты, группа номер один, выдающиеся ученые, представляет свой взгляд на актуальную тему. Мы все сотрудники НИИ экономики засекреченного белорусского министерства. И вашему вниманию предлагается наша работа по получению грантовых проектов по теме популизма. Итак, уважаемые дамы и господа, учение – свет, а не учение – тьма. Ведь популизм не русская зима. Освоим благо грантовских проектов. Их солнце луч сильнее интеллекта. Ученые – приверженцы науки. На спрос ответят доблестные руки. Неважно, чистота на них или грязь. Угроза, креативность, даже мразь. Представим план, не глядя на дисрупции. И пусть не обвиняют нас в коррупции. Итак, вашему вниманию предлагается первый грантовский проект. Мы претендуем на финансирование ПРОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Коллеги, борьба с популизмом с точки зрения нас, ученых, предполагает как минимум понимание феномена, а с чем мы, собственно, боремся. На наш взгляд, популизм есть говорение того, что простой народ хочет слышать. Это реакция, это причина. Как умные люди, мы не будем бороться с причиной, мы будем бороться со следствием, а будем бороться с причиной. А можно повторить? Я записываю. В чем причина желания слышать то, что мы хотим слышать? Она неустранима. И бороться, на наш взгляд, с ней возможно только путем активного высвенивания этой проблемы. Поскольку гендерное соотношение в пользу женщин, их больше, и, как известно, женщина любит ушами, А, как известно, мужчина в этой жизни делает все ради женщин, и среди популистов больше мужчин, чем женщин, мы предлагаем запустить общенациональную кампанию в виде следующего мема. Полюбила популиста и, как водится, врала. Три недели уши мыла. Вот я дурою была. Уважаемые дамы и господа, желая успеха этому замечательному проекту, позвольте предоставить слово славному представителю уцелевшей в науке молодежи, не призванной в армию. Не подаю. Да, не подлежащему призыву молодому писателю господину Трошкову. К сожалению, забыли добавить, что малоудавшему писателю пока что, мастеру ручки и пера. Ручки, ручки. Просто очень сложно было текст написать, поэтому сейчас буду импровизировать. Что ж, задача моя такова. Хотел я получить немножко на карман, решил я сказку написать, чтобы дети с раннего вместо репки детки читали про девочку Лену, босса компании Ромашка, про мальчика-шефа, босса. Босса, да. Босса. Просто босса. С большой буквы, как в мультфильме. Поэтому каждый из нас обязан в добровольном порядке заказать несколько экземпляров скоро написанной сказки, чтобы, да, в добровольном порядке, принудительно, чтобы каждый из нас смог вечером своему ребенку прочитать про то, как девочка Лена получала деньги в нашем местном банке. Разумеется, деньги она получила. Это же сказка. И про маленького мальчика, как бы его назвать? Маленький мальчик. Маленький мальчик Гриша. Пускай будет Гриша. Я ж не могу придумать на ходу. Вы ж меня не предупредили, что я второй. У тебя получается так, как вроде это продумано. Скучные мы, сука, ученые. Ну да, что с нас взять-то, а? Сухари. Поддержите молодого соискателя проект, он борется за деньги далекой Австралии. Да как раз пока до Австралии дойдет. Да. По дну морскому. В общем, читайте нашу сказку. Итак, уважаемые господа, милые дамы, а сейчас самый главный проект Деньги Европейского Союза. За этот проект можно бороться только тогда, когда его соискатель способен измерить популизм. И измерять его в своем проекте будет господин Зазуля. Прошу, любите жаловать. Я ученый зануда, поэтому у меня серьезное предложение. И я думаю, что ученые действительно должны были быть первыми, которые выступают и дают предложения, которые пиарщики уже должны распространять в среде. Я считаю, что абсолютно реально разработать методологию популизма, измеряемые показатели, соответственно, с которыми мы ученые их разработаем и пиарщики их пустят в народ. Мне кажется, это реально. Это будет нашим... Это количество лапши. Вот есть фейк, стоп-фейк, они анализируют высказывания политиков на правдивость правдивость или нет. Мне кажется, можно углубить это на анализ. Реально ли это, достижимо ли это, или это какой-то гнилой базар. Все, мое предложение. То есть, конечно, лапши очень на шаг, да? Итак, уважаемые дамы и господа, вы видите, какая у нас ученая поросль, какова доцентура, каковы молодые люди, но проекты не были бы грантами без гендерного подхода. И этот гендерный подход обеспечивает, желая получить деньги от ЕАЭС, замечательный ученый, автор многих публикаций, госпожа Виктория Селинова. Прошу. Среди ученых тоже есть конкуренция. Вот мои коллеги выступали с антигендерных позиций в сторону женщин. Но, простите меня, в истории мужчины популистские идеи весят лапшу на уши всему обществу столетиями, а кое-кто и утопил идеи популизма в своей утопии. Я имею в виду Томаса Мора. Поэтому наш институт в моем лице и наш отдел нашего института разрабатывает новую гендерную политику. И в этом вопросе мы надеемся на помощь не только Еврозеф, но ЕС. Ни один проект не бывает без экспертизы. И вывод таков, вы все видели. Товарищи ученые, если вы такие умные, почему вы с троем не ходите? к нам, пожалуйста, за картошечкой, как высотка. Наука не простой пирог, это не букет цветов, а проекты требуют внимания. И только ваша поддержка способна нам помочь выиграть эти проекты. Пусть грантов дождь польет дождями измов все на проекты. Средства с популизма это наш лозунг. Заработаем на популизме. В науке мы готовы поработать. И все же мы желаем заработать. Спасибо. Спасибо. Ура! Супер. Спасибо огромное ученое. Наша наука. На самом деле потом буду говорить и проанализировать. Группа номер два, пожалуйста. Конечно. Конечно. Мусор на суканье. Мусор на суканье. Трибуна. Конечно. Мне же надо мушить. Так, иди кумерс. Не надо. Я суканье. Сходи. Не могу еще на тубочку встать, чтобы повыше было. Команда предъявляющая... Наня, друзья, внимание! Друзья, внимание! Продолжение следует... Продолжение следует... Говорить громче я не смогу при всем желании. Поэтому перед вами команда бизнесменов, которые предъявят абсолютную несостоятельность популизма и покажут это на конкретных примерах, как это свойственно четко работающему бизнесу. «Песня Кукушечка». Песня Кукушечка. Я готов раздать вам всё. Всё и сразу. Всё побольше. Кому что надо. Надо хлеба, дадим хлеба. Надо жизни, дадим жизни. Мужчинам, женщинам, женщинам, мужчин, молодым, старых, старым, молодым. Кому что. Образование должно быть бесплатным. Я хочу нише, не, выше, не, Гарвард хочу. Будет Гарвард. Всем Гарвард, всем Гарвард. Я за Гарвард. Все за мной. Все. С утра за немало через шести, когда в конце концов получу квартиру. Двадцать пять лет жду. Семеро детей, трое внуков. Завтра будет в данном холдинге вупенхаус. Не уходите, ждите. Наша власть вам все даст. Кто следующий? Я готов вам предоставить все. Наша программа вам даст все же. Бесплатное жилье. Бесплатное медицинское образование. А что у вас с рукой? Обслуживание. Болит врача. Мы вам вылечим, вас будет золотой гипс. Врачи бесплатные. Лучшие врачи. Хотите из Витинска, хотите из Минска, хотите из Гродно, ко мне подходите. Я вам все дам. Бесплатная медицина. Золотой гипс, серебряные спицы. Сейчас мы попросим нашего популиста обещать тише. Он молодец, он хорошо справляется. Ждите, никуда не входите. Вы мой электрорад. Альтернативу. Альтернатива. Бизнес, проект выдвигается вперед. Перспектива маячит. А куда далеко идти? Идем далеко. Нуждающимися в работе. Рабочие предприятия, которые дают работу, они работают давно, устойчиво. Предлагают великолепные условия для работы. И мы сравним возможности тех, кто зарабатывает у них, с возможностями тех, кто ждет у моря погоды, бесплатного жилья, бесплатного образования и бесплатного медицинского обслуживания. Итак, бизнес и работник. Мы готовы достойно платить. А достойно это сколько? Дайте мне работу. Я буду работать сколько? Да вы же не знаете, кто я. Я пришла к вам на подсоединение, дайте мне заработать. Я вам гарантирую, буду образовывать свой уровень. Все, буду стараться, дайте работу. Платите мне достойно. Да, буду платить тысячу долларов. Работайте хорошо. Так не выпендривайте. Не перегибай, мать. Для начала, я наверное соглашусь, но вы мне обещаете, что это только для нас. Это как в первую обещание. Я обещаю. Надо работы, дадим работы. Надо пряников, дадим пряников. И колдоговую обязательно. И колдоговую. Белгими бугами. Со звездочками. Работник получил заработок. Следующий работник, который идет работать, пожалуйста, выбирайте предприятие. А кто его предприятие? А кто потрудится на Санта-Бремаре? Конечно. Рыбу будем зарабатывать. Все буду делать. У нас есть много работы для таких, как ты. Ноги отрубать, головы отрубать буду. Все будем на работу работать. Побольше, 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 побольше. А вы тоже готовы работать? Это со мной вместе, это в колдоговре идем работать. Бригадный подряд сразу. Санта-Бремар поднимем, вон. Ну тогда стоит и вам заплатить, я понимаю. Деньги есть. Завтра на работу по 8. По 8. Два образования. Могу быть грузчиком, директором зоопарка. Не надо превращать это все в пол. Зачем же? У вас работа. Мне нужна работа. На собеседовании не надо смеяться. Надо как Санта-Бремар. Санта-Бремар. Дети, мы дадим. Мы у них заберем, а вам дадим. Сейчас. А как вы хотели? Как там у нас с образованием, жильем? Всех вылечили? Вылечим. Мы ждем. Кто готов получить платное медобслуживание и исправить качественно свое здоровье, получить профилактику? Пожалуйста, приходите. Вы готовы заплатить за это? Вы точно готовы заплатить за это? Я точно готова. Главное, чтобы качественное было. И чтобы это было на хорошем уровне. Это неправильно. Это неправильный подход. Все должно быть бесплатное для народа. Услуги народу бесплатные. Кто еще хочет получить образование и заплатить за это? Образование бесплатное. Все должно быть бесплатное. Мы сделаем вам бесплатное. Они пусть ждут. У них все нормально будет. Конечно, вы на образовании. Много сотрудники. Шашлык тоже бесплатно. Все в баню. Баня тоже бесплатно. Молодя, Баня. Мы тоже будем. Мужчинам, девочкам, девочкам, девочкам. Все бесплатно. Дадим все. Вы хотите получить качественное образование и заплатить за это? Вот что это? Это неправильно. Держите здесь. Вы на них заработали. Оксфорд, смотрите. Это не на Роман. На Санте-Фрэморе, если что. Рыбой пахнет. Кто еще заработал? Вы заработали на жилье. У вас на Гавайи или на Доминикане? А как он на работу будет ходить? А там автобусы бесплатно нет. Как он будет ходить бесплатно? Итак, велосипеды будут. Те, кто работал, получили. Велосипеды бесплатные дадим. Каршеринг отменим. Лечение, жилье. Те, кто не работал, что получили? Все. Все у нас будет. Получили, кто не работал. Ждем все. Давайте, давите его. Да, это будет мы. По мулизму нет, бизнесу да, свобода, радость, красота! сейчас победители будут друзья внимание 3 группа вы знаете я долго думал на эту тему и решил представить вам свой новый фильм, нет, даже не фильм, шедевр Columbia Pictures не представляет, американцы тупые, а Браслов Pictures представляет итак, 1994 год, крутой замес, непорочное зачатие, дед и папка спрячься на штору, дед, месить при всех нельзя как бабка скажет , так и сделает мисси-деда, мисси-деда, мисси-деда колопок! 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 Это спирельный детка, чтобы хороший колобок! Спирельный колобок! Вы кто такие? Как это кто? Вам где ты? На месте. А я пошёл! Колобок! У меня куча делов! Мы тебя будем, сынуля, ждать! Ждать будем! Это символ Беларуси! Чисто конкретно! Я так думаю! Ох, колобок! А ты кто такой? А я такой! Кто я такой? Ты кто такой? Давай-ка мы с тобой союз замутили, дорогой ты мой! Дай ма базару! А чего ты хочешь в этом союзе? 1999 год! Что такое? Интригация! Хочу быть весь в шоколаде! Будешь ли в шоколаде? И будешь ты ещё с начинкой, но при этом ты будешь Денесным мячиком, которым мы будем играть! Ну это мы ещё посмотрим! А вот и посмотрим! Я от бабушки ушёл, от дедушки ушёл и от тебя уйду! Куда ты пошёл? Колобок! Интеграция не удалась! Колобок, колобок, я тебя съем! А ты кто такой? А это 2008 год! Подъём, рассвет! И Пётр Петрович! А я в народе зовусь ППП! Тебе будет и уготные кредиты, и каждой семье квартира бесплатно, машина, джили! Белазы будем поставлять в разные страны! А метро до Москвы прокопаем? Вопрос! Мы попробуем это сделать! С Лужковым вместе! Не! Без понтова! Я от бабушки ушёл, от ещё какого-то чела ушёл с теннисной ракеткой и от тебя! Нет! Всё будет хорошо! Будут приготные кредиты, вас и не будет! Всё будет хорошо! Я пошёл! Берлинский медведь! Ля-ля-ля! Мой любимый! Ты кто такой? Ты кто такой? Ты есть колобок? Я? Я-я-я-я! Ну, не спи! Мари во французском? Нет! Я от бабушки ушёл! Мари во итальянском? Ваще ты! Прехензи дойчь? Ты вообще чё говоришь? Ну ты и колобок! Да, я Russian колобок! Я езди в Евросоюз! Я езди в Евросоюз! у меня есть гранты а паспорт у тебя есть у меня есть дешевые визы я покажу тебе амстердам вот что ты дашь вообще окончил юж ты сам узнаешь я от бабушки ушел и плохой от дедушки ушел отражен 3p ушел и от тебя не брал кредит брал я предупреждал я предупреждал будет гениально не так ли а а а а все все Колландии Пикчерс не представляет! Ле Федорович! Физнес суда! Свобода! Свобода! Владимир Николаевич! Ле Федорович! Он же сам играл! Сам играл, то есть нельзя! Да, у него предвзятое мнение! Коррупция! Это коррупционный сговор! Коррупционер! Полюбила папу листа и, как водит, соврала! Три недели уши мыла, вот я дураю была! Аня, круто ты его! Молодец! 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 Это как утром! Итак, председатель жюри, он же лауреат международной премии по борьбе с популизмом! Леонид Федорович, профессор-популист Заика! Пожалуйста! А дайте подержаться! Ну, вообще, конечно, очень хорошо быть человеком, который ставит оценки, потому что никто каких претензий предъявлять не будет! Второй сюжет был хорош, много было идеологически выдержанных таких теоретически постулированных моментов! Коллективизм был, работал, так сказать! Третья группа, последняя, она была такая колобко-центристская и была изопретена новая походка, лунная походка у, значит, известного Майкла и есть теперь колобковый ход! Я думаю, надо запатентовать, поэтому, конечно, артистизм рождался прямо по ходу дела, и, собственно говоря, знаете, даже, в общем-то, можно было бы и ничего не говорить, просто ходить, как Жыкина, туда-сюда, туда-сюда! На мой взгляд, как раз, вот эти колобки, эти колобки наши, они могут быть первыми! Ура! Да, друзья, пиарщики оказались представлением самых пиаристыми! Да, так говорю, ученые учили, они были очень ученые, солидные, нудные, разные, бизнесмены тоже великолепно себя правили! На самом деле, вот, такого рода упражнения, когда, если бы делали в школах, да, и показывали сути, сути, сути и все прочее, было бы, конечно, очень хорошо! Поэтому, благодарю вас за то, что вы сделали для себя! Пиарщики просто являются! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!